Всем привет, ребята! Вы на канале Джуля Джли, и с вами Юля. И сегодня я снимаю видео, что в моей косметичке. Сегодня я хочу вам показать, что хранится у меня вообще из косметики дома, чем я пользуюсь, какая у меня уходовая и декоративная косметика. Обязательно поддержите меня лайком, подпиской на мой канал, ну и погнали! Кстати, друзья, перед просмотром этого видео, хочу еще сказать, что у меня скоро конкурс на 8 тысяч подписчиков. Тут у меня располагается мой шкафчик с косметикой. На самом деле, у меня, конечно же, есть и косметичка, которую я вам показывала в прошлом видео, когда я ее собирала в поездку. Но мне на самом деле это очень удобно всегда все вываливать, и спасибо. Но на самом деле, эту всю косметику сейчас мы с вами будем вместе разбирать сначала. Такая еще будет мотивация, потому что если вам тоже нужно разобрать какой-то свой шкафчик, канцелярию, косметику, вообще без разницы что, то вы ставьте это видео тоже сейчас на фон и также разбирать со мной, и потом я вам буду показывать все продукты, когда будем уже их раскладывать. Но сейчас я все убираю из этого шкафчика, убираю все то, что у меня тут находится, потому что, видите, тут просто гора всего. И, конечно же, буду сейчас вам все показывать подробно, чем я пользуюсь, что мне нравится, что не нравится, что могу советовать, что не могу. Также хочу сказать, что я не профессиональный визажист, и на самом деле очень мало в этом что-то понимаю. Так что, если вам что-то не нравится, то пишите об этом в комментариях и пишите, что я сказала неправильно. Так что давайте сейчас буду вам все показывать, рассказывать и говорить, что где купила, мне нравится или нет. И начнем мы, пожалуй, с вот этой косметички, посмотрите, сколько тут всего, тут реально просто очень-очень много, на самом деле я ее очень редко куда-то использую, она у меня всегда хранится дома, и сюда я кладу все то, что мне не особо часто нужно, и вообще практически никогда не пригождается, так что сейчас мы с вами посмотрим, что у меня тут вообще есть, и посмотрим, что нужно, что надо выкинуть. Я все-таки решила, что буду складывать все в эту косметичку, потому что та на самом деле грязная, я сейчас ее буду стирать, но пока что она не высохнет, то будет у меня все храниться вот в этой красивой косметичке, я вам уже ее показывала, когда собирала ее в поездку, она мне очень сильно нравится, ну и думаю, что вам она тоже нравится, потому что она реально очень-очень красивая и безумно милая, так что считаю, сейчас буду все складывать, что обычно кладу в ту белую. Первое, что я кладу в свою косметичку, это вот такие вот Bass Pearls, потому что на самом деле я ими не очень часто пользуюсь, но они очень классные, они пахнут кокосом. Следующая это маска, активный четверг, Seven Days, крем детский с экстрактом календул, на самом деле он бывает очень спасает, особенно летом, когда у тебя какие-то мозоли, и он прям вообще выручает. Как видите, уже практически закончились, но две штуки, я не знаю, что это за штука, потому что мы ее покупали в Китае в магазине Miniso, как видите, и мы думали, что это жидкость для снятия лака, но в виде вот таких ватных дисков, а оказалось, что это какая-то штучка, какие-то ватные диски смоченные в каком-то, наверное, масле, которое вкусно пахнет, и поэтому я думаю, что как раз-таки оно уже для увлажнения и питания ногтей. Маск, серебряная маска, пленка для лица, на самом деле я ее еще ни разу не пользовалась, мне ее дарили где-то на день рождения, и ни разу ее еще не открывала вообще, вот так вот она выглядит, она серебряная, и мне ее дарили на день рождения. Что мне идет дальше, это вот такой вот крем витаминоглицериновый, и тоже кладу его в эту косметичку в виде персика, мы его покупали в Китае, мне он безумно нравится, очень вкусно пахнет персиком, и всем свету он вроде для лица и для рук, на самом деле я его всегда использую только для рук, потому что для лица крема я не люблю. Это такая мазь, которая помогает, когда есть какие-то ссадины, ожоги, мозоли и так далее, так что я ее всегда использую, если есть такие какие-то штуки, и нужно срочно же их лечить. Вот две соляные бомбочки, а точнее просто вот такие вот две соляные макаруны, и сейчас я эту упаковочку на самом деле выкину, а вот эти вот бомбочки я оставлю и положу в косметичку, потому что на самом деле мне уже не нужна коробочка, но бомбочки конечно же еще пригодятся. Дальше у меня вот такая вот штучка, думаю все знают для чего она, для волос, чтобы когда ты красишься или умываешься, волосы теперь не резли в глаза, так что очень прикольно, у меня она с котиком, и тоже складываю вот эту косметичку вот сюда. Совершенно новый ершик для брекетов, которые у меня еще не использованы, поэтому пусть лежат косметички, пока еще у меня не закончились старые. Есть вот такие вот два лака из магазина Miniso, как видите один у меня розовый, а такой более золотистый, но они на самом деле очень похожи. Такой вот лак из магазина L'Etoile красного цвета, тоже с блесточками, очень нюдовый оттенок розовый, не знаю на самом деле где я его брала, но тоже в каком-то косметическом магазине. У меня еще есть вот такой вот фиолетовый, тоже как видите в блесточках, все такие вот две расчески, вот это у меня из Вьетнама, это тоже вроде из Вьетнама, из отелей, и на самом деле они лежат в каждой сумочке, потому что очень удобные и бывают срочно нужны, так что вот еще две у меня лишние остались и лежат косметички, чтобы если что их тоже положить в какую-нибудь сумочку. Ну и последнее, что я складываю, это маска для сна, потому что она очень удобная, когда куда-то ездишь, прям вообще выручает. Так что все, это была последняя штучка, которую мы складываем в нашу косметичку, теперь будем собирать все то, что осталось у нас тут и будем смотреть, что я еще не положила. Так, складываю сейчас маникюрный наборчик, тут как видите очень-очень много разных приборчиков, щипчики, разные тоже зажимы, тоже всякие штучки, и поэтому еще, кстати, пилочку вот такую вот кладу, она у меня вот так выглядит, голубого цвета, но на самом деле мне не очень нравится, у меня еще тут есть маленькая пилочка, она мне больше по душе, так что кладем наборчик, наверное, вот сюда и пилочку тоже куда-нибудь сюда, чтобы была рядом. Эту тушь, кстати, я хотела вам посоветовать, она мне очень нравилась, вот так вот она называется, но ее я, к сожалению, выбрасываю, потому что она у меня закончилась, уже засохла, все свое изжила, и поэтому сейчас я ее выкидываю, но на смену я купила новую. Я купила вот такую вот тушь, поэтому паковочку мы сейчас ее выбросим, так как она мне не потребуется, но тушь, конечно же, сейчас вам покажу. Вот выглядит тоже силиконовая, и очень удобная щеточка, на самом деле, я уже ее попробовала, поэтому могу вам сказать, что тоже крутая. Так что складываем ее в мой шкафчик. Недавно я купила натуральную косметику в магазине Organic Zone, если вдруг не видели видео или оно еще не вышло, то значит оно будет следующим, или уже было на моем канале, я там показывала полную распаковочку, я полностью довольна, и поэтому соляной скраб я кладу в свой, конечно же, шкафчик, я им, на самом деле, очень часто стала пользоваться, прям вообще он мне очень-очень нравится. Дальше в свой шкафчик я помещаю вот такой фитошампунь, тоже от Organic Zone, у меня такой тоник для жирной и проблемной кожи, мятный чай от Organic Zone, тоже кладем его вот сюда, такое вот гель для умывания для нормальной кожи, тоже от Organic Zone, с точной водой ромашки и эфирным маслом бергамота. У меня еще есть от Organic Zone вот такой вот пилинг, он тоже натуральный, 100%, так что если вас заинтересовали эти продукты, то можете посмотреть, на моем канале есть полный обзорчик всего этого и честный отзыв. Это, например, у меня вот такие вот штучки для того, чтобы делать макияж, но я думаю, вы сами поняли, что такие вот кисточки для макияжа, на самом деле, не помню, как они называются, но будем называть их кисти для макияжа, у меня тут еще вот так вот их осталось, это новенькие упаковочки. Дезодорант с мангустином, он из Таиланда. На самом деле, он мне не очень прям сильно нравится, потому что все-таки по душе обычный, но тем не менее, просто для разнообразия, я его взяла, он стоил 30 бат, это 60 рублей, не очень-то дорого, но мне больше нравятся обычные, нежели какие-то тайские. Еще у меня есть вот такой вот дезодорант, еще у меня есть вот такой дезодорант, потому что я не люблю запахи, каждый день одни и те же использовать, поэтому пользую каждый день разные. От Невея, черное и белое. Дальше у меня идут вот такие вот духи, со знаком Содиака Телес, только они уже практически закончились. Еще у меня есть вот такие вот духи, покупала их в магазине в Литуале, и они мне очень нравятся, у них приятный аромат, вот так вот они называются, must have. На самом деле, очень было много таких разных запахов и в такой коллекции, но я выбрала именно вот такие с розовыми очками. Так что складываем их примерно, наверное. Во-первых, последнее, что я складываю из таких вещей, это вот такая вот коробочка у меня новогодняя, дрель на Новый год, и тут у меня очень-очень много разных сережек. Разные у меня есть татуировки, какие-то пакетики это можно выбросить, также я очень много каких-то вещей выбрасываю, но показываю вам только то, что буду складывать. Так, вот такие вот татуировки тут, какие-то упаковочки, вот сережек, тоже вот упаковочки разные. Вот сережки вообще новогодние, которые мне пришли в марте, поэтому уже жду Новый год для того, чтобы носить эти сережки. Также есть у меня вот такие вот тут цветочки татуировки, вот такие вот еще, смотрите, татушки, какие-то зажимы для волос у меня тут есть, и очень-очень много сережек. Я, кстати, еще четверо штук заказала на Алиэкспресс, вот посмотрите, сколько у меня вообще еще есть. Просто таких у меня тут только нет. У меня еще есть вот такая вот подводка для того, чтобы рисовать стрелки, но я их на самом деле очень редко рисую, и они мне не очень хорошо получаются, но подводку все-таки купила, чтобы тренироваться. Следующий это вот такой вот бесцветный прозрачный гель для бровей. Он мне, кстати, очень сильно понравился, он реально крутой. Покупала его в Устилимске в каком-то магазине. Если кто-то живет в Устилимске, то вот так вот называется магазин. Там я его брала, он очень крутой, мне безумно сильно нравится, и поэтому могу вам советовать вот так вот выглядеть, так что складываем тоже вот сюда. От L'Oreal вот такой вот тональник, но пользуюсь я в нем не очень часто, потому что сейчас я, тем более, прохожу лечение именно лица, поэтому тональником сейчас лучше не пользоваться, но у меня от L'Oreal. Мне он очень нравится, он подстраивается легко под ваш тон кожи, ну и вообще он достаточно такой крутой, поэтому ставлю вот сюда. Вот такой вот глиттер. Это такие вот блески с клеем. Я их очень часто применяла, но сейчас, летом, так как жарко, я их не использую, но когда, наверное, снова будет уже ближе к Новому году, они очень круто смотрятся, поэтому я их прям очень-очень люблю, и заказывала я их на Алиэкспресс. На самом деле помадами, именно какими-то яркими, я не пользуюсь, потому что сейчас, на самом деле, не вижу в этом смысла, так как я люблю больше красить ярким глаза, нежели губы, а если красить губы и глаза, то это будет очень странно, поэтому я выбираю все-таки красить глаза ярким, нежели губы-помады, но все-таки у меня есть вот такие вот две помады, 99% Алоэ Вера, заказывала, покупала очень хей во Вьетнаме. Они мне очень нравятся, это реально классные помады, ну и вообще они нравятся мне тем, что они как гигиенички, но еще и делают какой-то тон такой розоватый. Далее у меня идет вот такой вот блеск для губ, которым я сейчас очень-очень часто пользуюсь, мне очень нравятся, от Левели, Diamond Gloss, он прям реально крутой, заказывала я его на Wildberries. Две кисти, первую я покупала в магазине Miniso в Китае, она мне нравится для того, чтобы наносить румяна, наносить пудру, и она вообще на самом деле классная, и очень удобная. А вторая у меня вот такая вот кисть, чтобы наносить тени, и тут такая вот штучка, которых у меня, кстати, видели много, но я пользуюсь вновь только кисточкой, потому что для нее я и покупала. На самом деле, как видите, можно пользоваться и вот такой кисточкой в виде спонжика, и обычной. Лица на самом деле такие ношу только в школу, потому что особо сейчас я в них смысла не вижу, поэтому тоже их тут кладу, наверное, куда-нибудь вот сюда, где кисти. Дальше у меня вот такие вот два средства для лечения лица. Кому будет интересно, я потом, может быть, сниму подробный обзор, вообще вылечится ли все, что есть на лице у меня. Так что я использую такой вот гель Mitrogil. Вот такая вот пудра, видите, такого она цвета, но я ее очень редко на самом деле пользуюсь, но тем не менее бывает, выручает, поэтому она у меня и лежит в моей косметике. Это моя первая палетка, как видите, она, конечно же, уже не в очень хорошем состоянии, она у меня заклеена, потому что несколько раз падала, и вы можете заметить, какими цветами я чаще пользуюсь. Из-за этого я ее не выкидываю, потому что очень мне нравится золотой цвет. Вот этот цвет и розовый уже вообще закончился, поэтому эти цвета я прям очень часто использую, остальные, как видите, даже не притрагивалась. Кстати, сзади палетки есть зеркало. Это у меня палетка из Таиланда, вот так вот она у меня выглядит. Тут тоже есть зеркало, как можете заметить, но тут уже более-таки нюдовые оттенки, мне на самом деле не очень сильно нравится, потому что, когда я покупала ее, нельзя было, к сожалению, проверить, я думала, что она классная, но на деле оказалась так себе, поэтому особо я ей сейчас не пользуюсь, но тем не менее бывает выручает, и бывает иногда я ей крашу глаза, но очень редко. Следующая палетка это снова блески, но тоже могу сказать, что на самом деле они мне не очень понравились. Всем советую те блески, которые я показывала ранее, они прям очень офигенные, а эти на самом деле так себе, поэтому не могу им их советовать, но тем не менее бывает их наношу, но очень редко, потому что, правда, они мне не очень нравятся. Палетка немножко побитая, Потому что я ее случайно уронила И, как видите, один цвет, к сожалению, пропал Это был тот цвет, из-за которого я как раз-таки эту палетку взяла Так что сейчас я все, что есть тут, беру Потому что все-таки цвет еще немножко этот остался на самой палетке Но, тем не менее, очень жалко Потому что это был мой самый-самый любимый цвет Который как раз-таки, из-за которого я купила ее Но, к сожалению, он разбился Я вот еще купила себе такую палетку недавно Вот так вот она выглядит Сейчас покажу вам цвет Мне она очень сильно нравится Именно из-за этого розового цвета Вот этот я тоже не использую практически Но вот этот, который более такой розоватый Я прям очень часто его использую, юзаю Потому что он, правда, очень-очень классный Здесь, кстати, эти обе палетки я заказывала на Wildberries Как и блеск для губ Потому что были хорошие отзывы, и я решила заказать Дальше у меня вот такой вот Тоже вот такая вот маленькая палетка Точнее, такой один оттенок Это из магазина L'Etoile Я думаю, вы уже заметили, что розовые цвета У меня пользуются огромным спросом Вот такой вот у меня тоже есть один цвет Розовый Тут тоже есть, кстати, зеркальце сразу Еще вот так вот открываются Есть специальные штучки Тут зеркальце И тут еще зеркальце Очень много зеркал Ну и последнее, что я складываю в шкаф с косметикой Это вот такая вот штучка для того, чтобы завивать ресницы Проще сказать, просто завивка для ресницы На самом деле, мне этого достаточно Мне этого всего хватает Даже прям вообще очень много И поэтому пишите в комментариях, сколько у вас обычно занимает косметика Одну маленькую косметичку или тоже огромный шкаф Или там прям вообще громадный туалетный столик Пишите в комментариях Я буду все читать, все буду лайкать Конечно же, тут не все Шампунь у меня все хранится в ванной Все хранится в ванной Но основная масса, конечно же, расположена тут Такое вот было видео Надеюсь, что оно было полезно для вас Если так, то обязательно поддержите меня лайком Подписка на канал Ну а с вами была ваша Юля Всем желаю счастья, любви, добра До новых встреч И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok